Здравствуйте, друзья! С вами семейный юрист Антон Сарвачев и в финских лесах мы сегодня обсудим с вами ту тему, которая интересует многих из вас, это кого же все-таки хотят женщины. Как я утверждал и утверждаю, это действительно так. Женщины хотят, желают, хотят заняться сексом не с высокими мужчинами, не с толстыми, не с накачанными, не с низкими, не с большим доходом, не с маленьким доходом. Женщины хотят мужчин, которых хотят другие женщины. Это единственный критерий. Почему так происходит? Ну, первое. Есть такой термин, я вот себе тут по пунктам выписал, несколько основных моментов. Соревновательная тревога. Когда женщина думает, что этот мужчина сейчас от нее уйдет или этот мужчина очень востребован женщинами, соответственно, у нее возникает соревновательная тревога и она хочет как можно быстрее с ним, что называется, размножиться, получить его гены. Соревновательная тревога. Первое. Второе. Женщины страстно желают всплеска гормонов, которые порождаются подозрениями и возмущениями. То есть, для женщин, женщины любят читать всякую желтую прессу, скандалы, триггеры, расследования, вот эти вот все шоу для домохозяек. Они как раз и активируют всплеск гормонов, подозрения, возбуждения. И мужчины, которые востребованы у других женщин, они вызывают у них такой же всплеск гормонов. То есть, либо вы становитесь вот таким вот источником гормонов, либо она, что называется, будет смотреть налево, пытаться там, может быть, даже не пытаться изменить, но тем не менее этого желать. Будет читать желтую прессу, всякие бульварные романы, смотреть дом 2 и тому подобную чушь. Подозрения и возмущения активируют всплеск гормонов, просто запомним. Третье. У женщин есть стратегия репродукции. Женщинам нужен хороший партнер для длительных отношений и хороший генетический материал. И партнер, который предоставит ей хороший генетический материал. Дело в том, что в нашем обществе это сочувствами совпадает. То есть, женщине нужно получить хороший генетический материал, причем хороший не объективно, а с ее точки зрения. Эта точка зрения сформировалась там тысячи лет назад, во времена, когда все еще за мамонтами охотились. Хороший генетический материал, как ей кажется, ей предоставит такой вот буйный, высокопримативный мужчина. Но, естественно, такой мужчина, который буйный, такой вот прям весь альфач, там и кулаком может в ухо дать, что называется, и нахер послать. И такой громкий голос у него, басовитый. Соответственно, с таким, что называется альфачом, сложно длительные отношения построить. Поэтому у многих женщин, у многих женщин вот такая вот стратегия репродукции, что залететь от такого вот альфача, а потом найти себе человека, с которым можно этого ребенка воспитывать. Может быть, в качестве поощрения, чтобы удержать, еще одного ребенка от него заделать. Это у многих такое происходит. То есть, женщины хотят мужчин, которые, как им кажется, могут предоставить им хороший генетический материал. С современной точки зрения, хороший генетический материал и, так сказать, длительные отношения редко возможны в одном и том же мужчине. То есть, потенциал для обеспечения и безопасности – это сильная мотивация для совместной жизни с так называемым хорошим парнем. Но именно эта вот безопасность, стабильность, обеспечение делает его, ну, поставщиком не очень хорошего генетического материала с точки зрения женщины. Женщин привлекает тот, кто обладает способностью рисковать, тот, кто сильный, быстрый, резкий. Но с этим человеком сложно построить в современном мире безопасные и долговременные отношения. Вот что называется парадокс. Козла против милого парня. Бабника против, так сказать, романтика с одной любовью, однолюба. Поэтому еще раз подчеркну, почему женщинам нравятся такие вот бабники, негодяи, те, кто им изменяют, а, так сказать, милые, хорошие парни, ну, максимум на что они могут рассчитывать – это на проживание с этой женщиной. Но ее любви и, там, каких-то какого-то безумного секса они от нее не получат. Первое – соревновательная тревога. Меньше соревновательная тревога, меньше она тебя хочет. Это логично. Больше соревновательной тревоги, ей нужно быстрее с тобой размножиться. Второе – сплеск гормонов, который порождается подозрениями и возмущениями. Нет подозрений и возмущениями в отношении тебя. Соответственно, и гормонов не выделяется, ты не источник гормонов. Дом-2 источник гормонов, там, сосед Вася источник гормонов, который может быть объективно хуже, чем ты по всем параметрам, но, тем не менее, он приносит этот источник гормонов. И третье – вот вся, так сказать, генетика, эволюция говорит женщине, что стабильный такой вот парень, он, конечно, хорош в долгу для длительных отношений, но дети от него будут такие себе, тоже стабильные, скучные, предсказуемые. А вот непредсказуемый человек, который любит рисковать, да, он зачастую оказывается на зоне или будет убит, или просто дегенерат какой-то, но, тем не менее, ей кажется, что дети от него с генетической точки зрения получатся лучше. Что вы думаете по всему этому поводу? Надеюсь, я понятно объяснил, кого хотят женщины в современном мире. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был семейный юрист Антон Сарвачев. Ваше мнение пишите в комментарии. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok